должно вам родиться свыше ты побеждаешь мир а где господь находится если в церкви бог многие сегодня пытаются трактовать писание там выдумывать что-то а я так думаю или так думаю раненых больных людей ненормальных сегодня очень много привет сегодня такое классное видео вышло на канале о покаянии я сегодня размышлял об этом очень много и покаяние хочу сказать что споры есть некоторые и я не знал все-таки по делам человек спасается или по благодати если дела то какие дела и знаешь пастор сегодня объяснил мне что мы спасаемся по благодати бог оказывает нам кредит доверия это как так как маслина которая росла виноградники смоковница три года росла и приходит господина гритт она плода не имеется сруби и и вот кредит доверия вот это оказывается вот и три года и господина лет я подожди потерпи еще немножко я еще год обложу ее позабочусь о ней и через год уже посмотрим что будет и когда человек приходит церковь он спасается бог его спасает по благодати а потом человек уже должен вкладывать свое время ресурсы усилия в то чтобы он смог тоже продолжить дело что человек не мог сам покаяться его кто-то рассказал евангелие пригласил в церковь его и в этом и суть христианства в ученичестве чем занимался иисус навин чем занимался елисей вот для этого есть церковь аминь поэтому мы должны пребывать в познании и если церковь и слово божье у тебя оканчивается на этом служении воскресном может такой знак себе дома повесить с черепом то есть мы приводим людей в церковь и присоединяем к слову божию к проповедям пастыря я хочу тебе рассказать секрет что когда человек приходит церковь он думает я плохо знаю библию потому что и поэтому я не знаю что людям говорить и на самом деле я уже до того как не пригласили слово божье я библию уже прочитал четыре раза и это не никак не помогло у людей пройдет церковь наоборот и был гордый озлобленные люди не хотели со мной общаться был безумный и до сих пор еще я четыре года уже в церкви слова божья до сих пор я еще учусь и освобождаюсь от этого безумия которое мне было от этой религии от всего про я понабирался благодаря гордости и каким-то своим размышлениям своей философии то есть я был как в садне без головы то есть я библию знал знаний много но не было главы не было пастыря у меня не было сейчас слава богу бог оказал мне великую милость дал мне пастыря станислава николаевича будьте выход здоровы и помогите кому-то выздороветь и что он говорит тем людям которым пишет где им взять это поздание он дает им четкий ответ то в чем вы научены и это и есть истинная благодать то есть была церковь эти церкви там павел другие открывали люди ну что-то это интересно то интересно чё ты пётр скажешь под послушаем еще какое-то евангелие чтобы новенького послушать и что новенькое петр говорит им он говорит вам надо возрастать в этом познании то что вам проповедано это есть истинная благодать божья они если бы я делал то что я хочу я бы никогда то есть никогда бы я не смог снимать видео как мы вы сейчас меня видите ну что благодаря тому что пастырь говорит мне делаем вот это не только мне он всем горит церкви ученикам делаем вот это делаем вот это и то есть я это никогда не делал я включаюсь и благодаря тому что с прислушиваюсь к пастырю я считаю своего мнением и благодаря этому вы видите меня и я хочу вас поблагодарить что вы приходите на мой канал смотрите будем общаться пишите комментарии будем вместе учиться что иисус ищет учеников благодарю вас аминь иисус иисус ты жизнь моя ты истина ты мой иисус ты мир иисус